Оперный батл открыл бас Владимир Камович. Его домашняя заготовка – известная песня Муслима Магомаева. Каждый из шести артистов, принимающих участие в битве голосов, выбрал песню, которая лучше всего раскроет локальные данные. Для необычного сражения они разделились на команды – девочки против мальчиков. На сцену караоке-бара оперные звезды выходят впервые и, признаются, очень волнуются. Для кого-то это было немного шоком, но мы подсобрались, порепетировали, выбрали песенки. Хотя, открою небольшой секрет, уже сейчас на репетиции мы практически поменяли весь репертуар и нам сказали, что некоторые номера нам придется петь экспромтом впервые. Так что мы немного волнуемся, наше сердце трепещет, но я думаю, что все состоится отлично. И если Инна Сподина и в самом деле волновалась, то публика этого, скорее всего, не заметила. Ее выбор песни немало удивил зрителей. Такого от оперной дивы они не ожидали. А вот ее коллега Дарья Рябинко исполнила классическое оперное произведение. И, что интересно, она решила не использовать микрофон. Раз уж было объявлено, что их оружие – голос, именно им она и постаралась добыть победу своей команде. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Были у артистов и задания от организаторов. Например, показать жестами мелодию, которую должен угадать партнер по команде. Или спеть дуэтом. Победители определяли по числу отметок «Нравится» в одной из социальных сетей. По результатам на четыре сердечка больше получила команда девушек. Но в конечном итоге в самом большом выигрыше, конечно, остались зрители, которые смогли увидеть артистов в необычных амплуа и, возможно, полюбить оперу. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Анна Московских, Максим Галат. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова